Делению из природных источников природных витаминов в адекватных дозировках. То есть вопрос стоял не столько в выделении натуральных субстанций, сколько в выделении их в адекватных дозировках. И вот сейчас эта проблема более-менее решена, и поэтому сейчас появляется этот наш продукт. А давай сейчас поговорим о производителях и поговорим о компонентах. Какие самые интересные компоненты ты бы хотел выделить в натуральных витаминах? Ну, с моей точки зрения, любой компонент данного продукта является интересным, потому что, по сути дела, это инновационный компонент, впервые появившийся на рынке в виде натуральной субстанции в адекватных дозировках. Ну, например, давай поговорим о витамине D. Все знают о важности витамина D. Одно время говорили только в применении к костной системе, а сегодня все понимают, что это абсолютно универсальные витамины. Это, по сути дела, даже не витамины, а гормон, влияющий на огромное количество процессов в нашем организме. И сегодня у витамина D открывают все больше и больше очень интересных функций, которые говорят об абсолютно его незаменимости. Если мы возьмем, например, те же самые 70-е, 80-е годы, тот же самый Советский Союз был все время натуральным. Вот здесь парадокс. Примерно до 90-х годов витамин D был натуральным. А именно, дети получали витамин D в составе рыбьего жира. В составе рыбьего жира витамин D является абсолютно натуральным. Проблема возникла в том, что где-то в начале 90-х годов открыли факт того, что рыбий жир, неочищенный, неконцентрированный, содержит в себе, во-первых, большое количество тяжелых металлов, потому что, к сожалению, наш океан очень сильно загрязнен. И прежде всего это ртутное загрязнение. Потом был открыт второй момент, что рыбий жир в чистом виде практически не хранится. Он очень быстро окисляется и превращается из полезного в крайне вредное вещество. И поэтому рыбий жир, как источник натурального витамина D в 90-х годах, по сути дела, попал под запрет. И если мы сейчас возьмем концентрированные формы рыбьего жира, которые сегодня достаточно широко используются для профилактики, для поддержания здорового образа жизни, мы увидим, что он содержит витамин D, но не натуральный. Почему это происходит? Потому что рыбий жир берут из сырья, прогоняют через мощнейшую систему очистки и концентрации, и в результате этого уходят все примеси, в том числе натуральные витамина, натуральный витамин D и так далее. И потом в этот концентрат уже добавляют синтетический витамин D. Поэтому если мы сегодня берем концентраты рыбьего жира, которые присутствуют сегодня у серьезных производителей, мы должны понимать, что это синтетический витамин D. То есть раньше он был натуральным, но в результате вот этих открытий он стал синтетическим, и по сути дела последний натуральный витамин мы потеряли. Каким образом решается сегодня эта проблема, и в данном случае в натуральных витаминах? Очень, с моей точки зрения, интересным способом. Ведь на самом деле все открытия, которые происходят, в том числе самые громкие, они часто связаны в связи с тем, что человек наблюдает за природой. Потому что все открытия лежат внутри природы, нужно просто за ней наблюдать. И вот оказалось, что такое природное вещество, как эргостерин, который образуется в результате деятельности паразитирующих грибков на пшенице, например, казалось бы, это бич сельского хозяйства, или эту же технологию можно перенести в дрожжевые культуры, дрожжи тоже являются грибками. Они синтезируют вот это биологически активное вещество. Оно является для человека достаточно вредным, и именно поэтому пшеница, зараженная эргостерином, подлежит утилизации. Но самое интересное заключается в том, что при воздействии ультрафиолетовых лучей солнечного света на эргостерин, из него начинает синтезироваться эрго-кальциферол, то есть витамин D2. Д2 – природный витамин, который образуется в результате природного процесса. Специалисты канадской компании «Лалимент» научились управлять этим процессом. В выделенных дрожжевых культурах они стимулируют синтез эргостерина, потом обрабатывают его ультрафиолетовым светом, и в результате совершенно естественных физических процессов, совершенно естественных природных процессов, образуется витамин D2, который дальше можно концентрировать и получить адекватную дозировку, необходимую любому человеку. С моей точки зрения, это очень интересное вещество, которое сейчас только набирает популярность, потому что, по сути дела, если мы говорим о натуральном витамине D, это единственная альтернатива натурального витамина D. С моей точки зрения, интересным, конечно, является и натуральный витамин E, потому что витамин E все признают, что он очень важен. И в современных витаминных продуктах или монопродуктах он используется очень широко. Взять ту же самую косметическую тему, ведь это один из самых универсальных и самых мощных антиоксидантов. Но он везде используется в синтетическом виде. Это всем известный альфа-токоферол. Он действует как очень сильный антиоксидант, с этим спорить нельзя. Если вы принимаете препараты витамина E, вы правильно делаете. Но если мы возвращаемся к вопросу сравнения природных субстанций и синтетических, мы понимаем, что между ними есть большая разница, потому что альфа-токоферол – это чистая субстанция, состоящая из одной единственной молекулы – альфа-токоферола. В природе витамин E представлен огромным количеством различных модификаций тех же самых токоферолов и токотриенолов. Токоферолов как минимум насчитывается в четыре фракции – альфа, бета, гамма, дельта. Токоториенолов их еще больше. И вот природный витамин E представляет из себя сумму вот этих всех природных фракций витамина E. И у них, у каждой из них, есть своя точка применения в организме. Именно поэтому, если мы начнем сравнивать эффективность синтетического витамина E и природного витамина E, мы, конечно, увидим огромную разницу. То есть, если мы просто берем антиоксидантное действие, то они примерно одинаковые. В данном случае это компромисс. Если вы принимаете витамин E синтетический только для антиоксидантного действия, нормально. Он будет примерно соответствовать антиоксидантному действию природного витамина E. Но если вы вспомните, что у природного витамина E есть еще огромная масса других функций, влияние на репродуктивную функцию, влияние на обмен холестерина в организме, влияние на сосудистую стенку, вы поймете, что это гораздо более широкое воздействие. Поэтому, если вы используете природный витамин E, то вы обеспечиваете задействование гораздо большего количества природных функций витамина E. В составе наших натуральных витаминов присутствует концентрат фосфолипидов соя. А это природный носитель всех природных фракций витамина E. Это и токоферолы все фракции, и токотрейнолы. С моей точки зрения, это тоже очень интересный компонент, который разрабатывается в швейцарской компании DSM Nutritional. Это гигант нутрицептической сферы. Это тоже очень интересный компонент, очень интересное открытие. Если мы говорим, например, о витамине С, то в данном случае витамин С представлен в виде концентрированного экстракта ацеролы. Это плоды барбадовской вишни, но на самом деле это не вишня, а это тропические ягоды, которые в природном своем виде содержат очень много витамина С. Примерно так же, как наша сибирская черная смородина. Но просто из ацерола можно выделить концентрированный витамин С, а из смородины очень трудно. Отличие природного витамина С в данном виде заключается в том, что он содержит в себе не только витамин С как чистую субстанцию, но и то, о чем я говорил, это биофлавоноиды, которые действуют вместе с витамином С. А если вспомнить, что в составе данного продукта присутствуют в чистом виде мощные биофлавоноиды, например, сибирской лиственницы в виде чистого дигидрокверцетина, мы понимаем, что действие это еще больше усиливается. Давай вспомним витамин К. Лет 50 назад считали его второстепенным витамином, что витамин К участвует в процессах свертываемости крови, но на самом деле от этого мало кто страдает, и всегда его по остаточному принципу рассматривали. А в последнее время выявили, что витамин К на самом деле оказывает огромное количество и других действий, например, на костную систему, на ту же самую. И, возможно, витамин К для здоровья костей не менее важен, чем витамин Д. Витамин К участвует в полноценной работе сердечно-сосудистой системы, и поэтому сейчас к нему большое внимание. Но, опять же, витамин К синтетический – это одна, единственная фракция природного витамина К, который состоит из многих фракций. И, опять же, мы сужаем функцию. То есть, если мы говорим об одной узкой точке приложения, то да, синтетический витамин К нормально. А если мы говорим о том, как в природе действуют комплексы витамин К, то, конечно, сравнить натуральные и синтетические невозможно. И в данном случае в нашем продукте присутствует витамин К производства инновационной норвежской фирмы «Нотофарма», которая получает данный витамин по очень интересной технологии, которая взята из традиционной японской кухни, где очень часто используются ферментированные бобы. В данном случае ферментированные соевые бобы, которые используются как основной продукт питания и как элемент многих соусов и так далее. И вот оказалось, что в процессе ферментации бобов при участии определенных бактерий вырабатывается натуральный витамин К во всех фракциях, которые присутствуют в природе. И вот эта компания «Нотофарма» научилась выделять его в чистом виде. И в данном случае он присутствует в нашем продукте. На самом деле, знаешь, практически про каждый компонент натуральных витаминов можно рассказывать потрясающую историю. Я вот как клиент, я горжусь, что в Siberian Wellness есть, собираются все у мира вот эти жемчужины, привозят в Россию и на производстве производят самые лучшие продукты. Ну, для меня это самый лучший продукт, самый инновационный. Юрий, расскажи, вот на твой взгляд целевая аудитория натуральных витаминов. Давайте так скажем, что витамины употребляют все, как минимум один раз в год или два раза в год в зависимости от сезона. И нужно понимать, что поскольку их принимают все, то это очень разношерстная аудитория. Кто-то принимает только потому, что сказал врач, кто-то принимает потому, что так принято, а кто-то принимает потому, что наступила беременность, и беременные все принимают витамины, потому что риск дефицита витаминов в данном случае является очень критичным. Но если мы понимаем, что это очень разношерстная аудитория, то мы должны понимать, что у людей разный уровень подготовки, разный уровень интересов, разный уровень ожидания, который они хотят получить от витаминов. И поэтому рассчитывать на то, что все начнут принимать данный продукт, это неправильная позиция, неправильный подход. Мы должны понимать, что это продукт для людей образованных, продвинутых, и которые очень много знают в науке питания, которые сами следят за своим питанием, которые которые сами в максимальной степени стремятся себя обеспечить витаминами и минералами непосредственно из продуктов питания. Но при этом они понимают, что даже если бы они сосредоточили все свои усилия, все свое время и все свои деньги на поиски адекватных продуктов, содержащих достаточное количество витаминов в природном виде, они это в условиях города сделать все равно не могут. Это нужно понимать, потому что тут сразу несколько ограничений. Я даже говорю не о финансовых ограничениях, не о временных ограничениях, я прежде всего говорю о калорийных ограничениях. Для того, чтобы обеспечить все натуральные витамины и минералы из пищи, мы должны с вами повысить планку суточной калорийности до 3-5-10 тысяч калорий. Для наших далеких предков это было не проблемой. Они и так сжигали еще больше. Но именно за счет такого огромного количества пищи, которую они поглощали, они полностью себя обеспечивали натуральными витаминами и минералами. Мы в нашем городском ритме жизни сократили калорийность питания, по сути дела, до 1600-1800 калорий в сутки. Если даже мы попытаемся в эту калорийность воткнуть самые низкокалорийные продукты, но содержащие высокое количество витаминов и минералов, нам все равно не удастся удержаться в этих рамках. И поэтому именно на таких людей это и рассчитано. То есть те люди, которые следят за органическим питанием. Кстати, очень хорошая аналогия. Существует огромное количество людей сегодня во всем мире, которые стремятся найти органические продукты питания, сертифицированные как органические продукты питания. Казалось бы, какая разница, огурец вырос в теплице или органические? Для обычного человека разница может быть минимальна. Для того человека, который понимает, как устроена биология того же самого огурца, что происходит в процессе его созревания, какие пестициды или удобрения используются, какие примеси в конечном продукте будут, для него это огромная разница. Вот здесь та же самая ситуация. Это продукт для тех людей, которые понимают. Для тех людей, которые сами уже что-то в своей жизни делают для себя, чтобы изменить свое питание, свой образ жизни, свое движение и так далее. Я бы сказал, что это продукт для очень подготовленных людей. И на самом деле эта ниша только сейчас начинает развиваться. Ты правильно сказала, что это первый продукт с натуральными витаминами и минералами на всем пространстве, я бы сказал, даже не только Советского Союза, но и окружающих стран. Потому что эта ниша начинает только формироваться. Только сейчас возникли эти технологии, которые помогают выделить витамины и минералы натурального происхождения в достаточно высоких и адекватных дозах. Эта ниша начинает формироваться. И, конечно, первыми туда придут люди, которые уже знают об этом. Ты знаешь, к вопросу, что люди, которые знают об этом, они понимают прекрасно, что витамины надо пропивать не раз в год. Потому что пластические процессы идут ежеминутно, ежесекундно. Нам каждый день нужны строительные материалы для клеток. Ну вот это к тому же вопросу. То есть все принимают витамины, можно сказать так. Абсолютно все принимают витамины и минералы. Но когда ты начинаешь разбираться, то оказывается, что большинство из них принимают витамины и минералы один раз в год. И значит, они уже внутренне не готовы понимать, зачем они нужны. А если люди не понимают, зачем нужны витамины и минералы, то для них разница между натуральным и синтетическим вообще микроскопическая. Они не готовы принимать решения туда или сюда. Спасибо большое за интереснейший рассказ. Вы видите, что научные открытия не стоят на месте. Несомненно, будет получено большое количество интересных компонентов. И они найдут жизнь в продукту Siberian Wellness. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова